Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился Т55А. Коллекционная машина 9 уровня, некогда был премом, но потом ему статус поменяли. Набор предлагают довольно-таки неплохой и ценник на него в пределах разумного. Я не могу сказать, что это прям дешево, 20 баксов за данную машину, а купить его можно в данном случае исключительно за реальные деньги, за голду предложения нет, ну и соответственно данное предложение, понятное дело, для донатеров. Но в то же время сказать, что прям совсем вау-эффект какой-то не могу. Здесь, ребят, вопрос очень простой. Надо ли вам, допустим, 4000 сниппетов? Это первый вопрос. Второй вопрос, насколько сильно вам везет с контейнерами, потому что здесь в комплекте есть 3 мистических контейнера и 3 контейнера, собери их все. Но здесь бабка, скажем так, разбрасывала надвое в отношении того, вы что-то получите из них или нет. Что касается бустеров на голду, то если вы средней руки игрок и играете с 50% побед, 50% поражений, то играя на десятках, в среднем вы с каждого бустера получите по 15 голды. 10 за проигрыш, ну и соответственно 20 за победу. Таким образом, здесь потенциально заложено в районе 450 золотом. Что касается Т-55А. Если вы обратитесь к самой машине, если она у вас есть в ангаре и попытаетесь ее продать, то поскольку это теперь коллекционка, а не прем, вы сможете это сделать за 5000 золота, которые упадут, соответственно, к вам в копилку. А вот если Т-55А у вас есть и вы не будете его продавать перед покупкой данного набора, то в виде компенсации, ввиду того, что машина у вас есть, вы получите себе 6250, то есть 750 голды дополнительной выгоды. Что же касается золотого карпа, да это легендарный внешний вид для Т-55А, то в случае, если он у вас есть, то вы получаете еще 600 золотом. Таким образом, получается, что если просуммировать все вместе, а именно 6250 за машину в случае повторения, за каму 600, да плюс потенциальных хотя бы 450 голды из бустеров, то получается, что с этого набора вы получите 7300 голды плюс 3 контейнера. 3 контейнера в одних, 3 контейнера в других, плюс какие-то там бустерочки, ну и плюс к тому, получите дополнительно слот в ангаре за 250 золотом его продают в основном. Ну и, в принципе, я бы сказал на этом все, потому что аватар, допустим, меня не прельщает абсолютно. Насколько это выгодно? Ну, я бы не сказал, что это действительно выгода в виде получения золота за потраченные деньги, потому что вы потратите 20 баксов, получите 7300 голды. Ну и, если посмотрите в предложение здесь, то вы получите за те же самые 20 долларов себе, в случае, если машина у вас есть, 8000 голды, целых 14 дней прем-аккаунта и те же самые 3900 сниппетов. Таким образом, получается, что если вы хотите приобрести себе данное предложение исключительно для переведения машины и легендарного внешнего вида исключительно в золото и не хотите париться с бустерами, то, по-моему, проще купить само предложение в отношении доната, нежели покупать предложение с тачкой. Ну, а что касается самой машины, если вдруг ее у вас нет, то я бы не сказал, что машина действительно на сегодняшний день играет какими-то красками. Начнем с того, что, в принципе, всегда Т-55А был, ну, крайне посредственным танком в нашей игре, уж тем более на 9 уровне. Против десяток играть на нем, безусловно, очень сложно и, в первую очередь, это связано с тем, что у него крайне скудно обстоят дела с бронированием. По броне, ребят, здесь особо хвастаться нечем. Как видите, крайне скудно забронирована передняя часть корпуса, тут даже с приведенкой, грубо говоря, там 190, ну, не знаю, может в какой-то проекции можно найти каких-то там 195, но, блин, хвастаться нечем и, когда ты выезжаешь на кого-то, то тебя даже выцеливать никто не будет, просто будут бросать наугад. По башне, да, где-то что-то есть и вроде бы типа как-то можно чем-то танкануть в случае от неровности, играя, но, опять-таки, особо расторговывать здесь нечем с приведенкой 260. Ну, а что касается угла склонения, то прям совсем скудно, но к этому вопросу вернемся чуть позже. Что касается сравнения с другими машинами, ну, ребят, здесь условно, типа лучше ДПМ, чем у всех остальных, но, как видите, он находится, я бы сказал, на грани фола. Ну, допустим, у того же самого М46 Паттон проходного 3117, при том, что у нас 3155. Ну, можете сказать, что это действительно какая-то существенная разница или, допустим, разница между Т-54 и нашим героем. В общем, эта разница, она крайне условна, и стоит отметить, что все это благодаря тому, что у всех машин установлено в оборудовании на досылатель. Но, ребят, стоит отметить, что в выборе между досылателем и калиброванными снарядами вы выбираете не что вам будет лучше, а что меньше вреда нанесет вашей машине. Потому что, если вы поставите на досылатель, то у вас, соответственно, уровень пробития худший на уровне. Ну, да, окей, хорошо, номинально Т-54 хуже, но все-таки 219 против 230, 240, 244, 245. В общем, я думаю, вы смекаете, на что я намекаю. А вот если вы поставите на калиброванные снаряды, то окей, хорошо, 230, наконец-то, пробитие, которое сравнимо с другими машинами на уровне. И недостаточно, чтобы с легкостью играть против десяток, которым ты попадаешь довольно часто. Но при этом все, вы получаете уже 6,4 секунды время перезарядки, что хоронит ваш ДПМ, и ваш ДПМ становится одним из худших на уровне. Ну, в общем, получается, что из двух зол выбираешь то, которое немножко поменьше. И вот, возвращаясь к теме того, что есть в броне хоть какая-то башня, давайте поговорим о УВНах. А здесь УВН 6 градусов вниз. Это действительно крайне прискорбно для данной машины, с учетом того, что брони у него вообще нет. Да, есть вот один товарищ, у которого минус 5, это ВЗ-120. Но все-таки, ребят, если вы посмотрите на всех остальных, то у всех угол склонения орудия лучше. Да, опять-таки, Т-54 проседает и проседает, а точнее находится с нами на одном уровне Плинтуса Леопард. Но на этом, ребят, история заканчивается с машинами на уровне, у которых УВН плохой. Как вы видите, есть достаточное количество танков, у которых УВН составляет целых минус 10. Это гораздо комфортней и, по моему скромному мнению, у Т-55А одним из основных мозолей на пятках, а именно так я могу это назвать, является как раз угол склонения орудия в совокупности с плохим бронированием корпуса. В общем, ребят, машина далеко не из самых лучших. Кому-то нравится, кому-то нет. Я к нему отношусь абсолютно спокойно и играю крайне редко на нем. 310 единиц урона. Ну, вроде бы, типа, неплохо, вроде бы, типа, хорошо, но надо успевать наносить этот урон. И да, пускай у тебя хорошая перезарядка. Я играю как раз на калиброванных снарядах, потому что мне пробития в край не хватает. Но все-таки реализовать заявленный ДПМ в 2900 единиц действительно крайне сложно. Ну что, ребят, берем машину и поедем покатаемся, посмотрим, стоит она вообще чего-то в современном рандоме. Или, я бы сказал, все-таки продолжает быть крайне посредственной тачкой. Ребят, я бы начал сейчас обсуждение данной машины, как обычно, с подвижности. Но все-таки хочу начать с того, что я сейчас, будучи средним танком, конкретно на данной карте, ну, не поеду направо вместе со своими союзниками по одной простой причине. Потому что, как я уже сказал, УВНы у нас, ну, прям ужасные. И на вот всех вот этих вот холмах и барханах нам делать просто нечего. Наши соперники, они будут постоянно находиться в такой позиции по отношению к нам, в которой мы просто физически не сможем их выцеливать. Поэтому все, что я могу сейчас сделать, это просто на расстоянии помочь нашим союзникам, разобрать соперника, который засветился. Ну и поскольку дальше на этом направлении, в принципе, делать нечего, сразу возвращаться назад. Да и даже если бы здесь было чем заняться, то я бы все равно не сближался со своими соперниками. Находился от них максимально далеко. Что могу сказать в отношении подвижности? Ну, коль мы уж все-таки ее тоже будем обсуждать. Подвижность тоже крайне посредственная. То есть ты не имеешь возможности прям постоянно находиться в тех местах, где тебе стоило бы сейчас быть. Ну и, соответственно, свилять куда-то не получится. Как вы видите, разгон у машины крайне тугой. Она не набирает ход бодро и, соответственно, это не позволяет быстренько куда-то переноситься по карте, для того, чтобы, ну, как минимум, не получить в дыню, выжить, откатиться вовремя. Ну, короче говоря, не повышает ваших шансов на выживание. Что действительно хорошее в машине? Ну, хорошее в наших машинах всегда что-то есть, если хорошенько поковыряться и поискать. Хорошее заключается в том, что у нас очень бодрая, классная скорострельность. Если у нас действительно очень хорошее, бодрое, точное орудие. При этом всем стоит отметить, что данное орудие стоит применять на дальних расстояниях, и тогда действительно оно себя будет оправдывать. Также плюсом стоит отметить по данной машине то, что у нее есть великолепные легкосплавные диски. Но к этому вернемся чуть позже. Это, наверное, даже больше юмор, нежели серьезный разговор. Сейчас разработчики делают все возможное, и в целом я давно с ними об этом говорил, что девятый левел необходимо реанимировать. Он не живой. У нас живет восьмой уровень и десятый. И да, в последнее время разработчики делают все возможное для того, чтобы поднять девятки, добавляют туда огромное количество новых коллекционных танков, и среди них есть огромное количество действительно интересных машин. У каждого свои предпочтения. Мне, допустим, нравится ЧР Футур и еще несколько тачек, которые добавляли. Но это дело вкуса. А что же касается Т55А, то он продолжает быть сырой и неинтересной машиной на своем уровне. Это мое субъективное мнение. И, возможно, вы скажете, что нет, Т55А классный, интересный, хороший, но только давайте будем говорить откровенно. Перед тем, как говорить о том, что данная машина прям действительно супер достойна чего-то внимания, давайте определимся с тем, сколько конкретно у вас в ангаре машин, которые позволяют вам сравнивать Т55А с другими. Ну и хотя бы обратим внимание, насколько широк мой ангар по девяткам. Я не могу сказать, что я прям там какой-то крутой чувак, но у меня 15 танков среди девяток, и среди них средних танков у меня 5. И поверьте, вот здесь, вот в этом списке из 5 танков далеко не все, но в любом случае ряд машин гораздо лучше, нежели Т55А. Опять-таки повторюсь, мое субъективное мнение. Что касается ценника, я считаю, что это, в принципе, по большому счету, хлам за очень большие деньги. Да не засудят меня разработчики, наделившие меня пресс-аккаунтом, но реально в выборе между за 20 баксов купить себе Т55А или приобрести себе что-то другое, я лично выбрал бы себе что-нибудь другое. Во-первых, за 20 баксов я лучше возьму 8000 голды, нежели обменяю Т55А на золото и уйду в минус в этом отношении. Ну а во-вторых, дождитесь предложения, когда вы за 20 баксов или пускай даже за 20 с копейками возьмете себе набор из двух восьмерок, допустим. Или, может быть, вы за эти 20 долларов возьмете себе какую-нибудь десятку, не сильно крутого набора наполнений, но все-таки, ребят, это будет что-то другое, что-то лучше, нежели эта тачка, и лучше доплатить и взять товар поинтересней, нежели сэкономить и взять себе Т55А. Повторюсь еще раз, и уже не первый раз, мое субъективное мнение, прошу за него не судить. Пишите свои комментарии обязательно, а еще, если вы за честность автора на его канале, то я думаю, вы знаете, что вам стоит сейчас сделать, и не забудьте при этом прожать колокольчик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.